Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. Это наш 13-й виноградный сезон. Наша коллекция более 250 сортов и гибридных форм. Нам есть чем с вами поделиться. Сегодня мы с вами поговорим про формировку винограда со смещенной зоной плодоношения. Не так давно я выпускала ролик, где рассказывала про даже далеко не все многообразие формировок винограда. И рассказывала основные принципы, по которым выбирать и подбирать формировку, лучшую именно для вас. Для себя мы определили, что лучше это верная формировка со смещенной зоной плодоношения. В чем ее преимущество? Она очень удобна для зоны укровного виноградарства, а мы находимся именно в такой зоне. Она как бы наиболее с нашей точки зрения, вот я очень прошу меня не только слушать, но и слышать. Мы никого не призываем и не говорим, что вот только это лучше и никак иначе. Мы рассказываем то, что оптимально для нас, то, что лучше для нас и делимся с вами этой информацией, объясняя почему. А вы выбирайте сами, подходит вам это, либо не подходит. Мы никому свою точку зрения не навязываем. Итак, вот для нас это наиболее удобно укрывать, наиболее удобно в плане распределения побегов на шпалере и оптимальном использовании этой самой шпалеры. В принципе, она, опять же, с нашей точки зрения очень понятна. Мы не используем никаких сучков в замещении, то есть это просто легко и доступно. Вот так это все выглядит схематично. Есть отдельное видео по формировке, где я рассказываю, как это все сделать, начиная с первого года. Под роликом, нажав кнопку «Еще», я оставлю ссылку на это видео, о котором я сейчас говорю, и на другие видео, которые могут быть вам полезны. Вот так смещенная зона плодоношения выглядит в жизни. Смотрите, вот это у нас центр между кустами. До этого центра у нас идет старая древесина. После него идут молодые побеги, плодовые стрелки. Точно так же с этой стороны, но на плюс-минус может чуть-чуть двигаться туда-сюда. Вот у нас старая древесина. И сюда пошли плодовые стрелки. Чем это удобно? Во-первых, мы имеем запас вот этой самой старой древесины. Смотрите, при расстоянии, например, между кустами даже 2,5 метра, у нас, как минимум, метр 25 уже получается. Есть вот этот запасик. Это раз. Во-вторых, у нас вот эта же самая старая древесина. Сейчас я чуть-чуть камеру сюда разверну. Выходит под острым углом. Вот к этой плоскости. А то как-то они получали, что как же под острым, если подступаем, вот относительно вот этой части, выходит под острым углом. То есть, видите, она практически вот к земле приложена. И поэтому нам потом очень легко все это укрывать. Мы тут отвязали, и оно само падает на землю. То есть, это удобство укрытия раз, и это запас старой древесины, хороший запас старой древесины два. В этом большой плюс. Если бы мы ввели всю эту зону плодоношения у каждого куста на дне, нам бы надо было со временем как-то загибать эти подвиги. Это не всегда удобно. Опять же, если мы особенно укрываем. В этом есть определенный нюанс. Да, кому-то нравится, кому-то так удобно. Нам удобно именно здесь вот таким образом. Вот здесь вообще вот прям замечательно видно. Опять же, вот середина между кустами. Вот наша старая древесина. Да, и дальше пошли в одну и во вторую сторону однолетние побеги. И вот видео, где я рассказывала про формировку, все это подробно описывала, схематично. Часто говорили, что вот же оно уйдет далеко. Ну, смотрите, сильно далеко оно не уходит. На самом деле, и если там за пару лет на пару сантиметров оно куда-то убежит, это не критично. При этом мы всегда, так или иначе, на старой древесине у нас могут идти волчковые почки. И мы всегда можем оставить, например, где-нибудь вот здесь побег, да. И потом отрастить его на плодовую стрелку, вот эту часть убрать. Кроме того, в наших условиях, к сожалению, рукава бывают недолговечные. И периодически их необходимо менять. Поэтому тоже такой же сильно глобальной проблемы в том, что оно далеко уходит в сторону, абсолютно нет. И вот смотрите, смещенная зона плодоношения на молодых кустах. Когда у нас старая древесина, она еще вот не доросла до проволоки. И наша задача будет при зеленой проломке вот эти все нижние почки убрать до проволоки. И оставить, ну, там мы уже будем смотреть, удобно расположенный побег, сильный, мощный, да, примерно вот в этой зоне. Все у нас тогда снизу потом останется старая древесина. А уже в этом, вот в этих вот местах мы будем формировать плодовые стрелки. По такому же принципу можно формировать и кордон. Это тоже будет удобно и тоже будет проще укрывать. Мы пробовали делать кордоны кое-где. Более того, я вам показывала кадры, где у нас одна часть куста формируется на плодовое звено, на длинную обрезку. Вторая часть куста формируется под короткую обрезку. Ну, такие у нас условия. Да, мы находимся, скажем так, в северных широтах, хотя есть люди, которые занимаются виноградерством гораздо севернее, чему. Мы находимся в зоне рискованного земледелия, в принципе. И поэтому в некоторых случаях мы режем не так, как нам хотелось бы, а так, как мы можем это сделать. Вот в данный конкретный год, на данном конкретном кусте. На следующий год он может опять переформироваться. Мы можем опять там отращивать плодовую стрелку, то есть вариантов может быть много. Более того, мы как-то слышали, да, что короткая обрезка для некоторых сортов, она прям вот классная, более продуктивная. Например, для Аркадии, но в наших конкретных условиях, опять же, я всегда это подчеркиваю. Мы не увидели явных преимуществ и наоборот, опять же, с нашей точки зрения, ну, грозди меньше, урожая меньше. И не особо это эффективно. Поэтому мы короткую обрезку, да, иногда используем, если на то есть веские причины. В основном используется длинная обрезка. Но, повторю еще раз, что вот эта смещенная зона плодоношения, она может быть и при короткой обрезке, при кордонной формировке. Тут уже вы смотрите, опять же, сами, что вам удобно, что вам более понятно. Конечно, реализация вот такого вида формировки, она, скажем так, опять же, наиболее удобна, если у нас виноград садится рядами. Если у нас на участке, вот мы садим там один кустик, там один кустик, там один кустик, то для кого-то, может быть, непонятно, как все это делать. Кто-то считает, что, может, это не совсем удобно. Если у вас, ну, более-менее место позволяет, то вы просто можете, вот есть у вас три метра, да, вы можете посадить один кустик посередине, который будет идти в сторону, да, а можете посадить два куста навстречу друг другу. Поскольку у вас пространство свободное, со стороны одного куста, со стороны второго куста, там есть площадь питания, ваши лузы будут себя прекрасно чувствовать. Но, опять же, это не наставление, да, это просто рекомендация, что вы можете сделать вот так, если вам это понятно, если вам это удобно, если вам это комфортно. Надеюсь, видео было вам полезным, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще, как обещала, оставляю ссылки на другие полезные видео, ссылку на каталог наших сортов винограда, обновление его будет осенью и наши контакты. До новых встреч!